Добрый день, уважаемые коллеги. Как сказал Рафаэль Гавасович, он сегодня вроде в роли провокатора. Я не провокатор, но я продолжу провокативные заявления. Лопароскопическая резекция почки. Если мы посмотрим на 2019 год и на, собственно, публикации как таковой, мы увидим, что интерес к лопароскопическим резекциям почки сохраняется. Он достаточно велик, хотя видим, что, опять же, этот интерес явно перевешивает интерес к роботической хирургии как таковой. Однако, если мы посмотрим на безрецидивную выживаемость после роботической резекции и лопароскопической резекции почки, то она примерно равноценна и мало различается на протяжении длительных сроков наблюдения. Более того, мы знаем, что на сегодня существует достаточно зрелая база данных и работы для наблюдений как таковых. Посмотрим на одно из наблюдений, которое касается 50 роботических, 50 лопароскопических радикальных простатокотомий. Извините, резекции почки. Так, единственное, что... И увидим, что если мы посмотрим на ранние результаты раково-специфической выживаемости и безрецидивной выживаемости, они практически не различаются. Они тоже весьма похожи. И, опять же, если говорить о кривой обучении, вроде как здесь все понятно. У робота быстрее, у лопароскопической резекции медленнее. Однако, посмотрите на те вещи, которые вне кривой обучения. Это проспективное исследование. Видно, что роботическая операция короче, чем лопароскопическая резекция почки и меньшее время тепловой ишемии, хотя незначительное, опять же. И меньшее снижение клубочковой фильтрации, однако, опять же, цифры минимально различаемые, говорящие о равноценности методов как таковых. Однако, дьявол, он, как всегда, в деталях. Если мы посмотрим на время, опять же, выполнения в той же работе, если с временем выполнения все более-менее понятно, в чью пользу, то если мы посмотрим на статус пациентов, на индекс Корновского в частности, то мы увидим, что роботоситированные пациенты были, как правило, менее здоровые, чем те пациенты, которые были подвергнуты лопароскопической резекции почки. По крайней мере, в этой публикации. Еще одно обстоятельство, которое заставляет обратить внимание на переоперационные моменты, это, вы видите, опять же, сравнение лопароскопической техники роботической резекции почки. Использование гемостатических агентов практически не использовалось при роботической резекции и почти всегда использовалось при лопароскопической резекции почки. И, наконец, послеоперационное дренирование. Допустим, может быть, исследование не слишком репрезентативно. Опять же, всего лишь 100 пациентов, но тенденции очевидны. Наконец, посмотрим на время тепловой ишемии, опять же, не в пользу лапароскопической резекции почки, кровопотеря. Тем не менее, кровопотеря меньше при лапароскопической резекции. Наконец, если мы посмотрим на изменения клубочковой фильтрации, о которой говорили, что вроде как незначимо, оно, тем не менее, практически всегда входит в оценочную шкалу функциональных результатов после резекции почки, как таковых. Мы видим, что снижение клубочковой фильтрации при роботической технике, извините, при роботической технике, обратно это у меня запустится, оно несколько больше, чем при лапароскопии, однако спустя месяц практически равные цифры. Наконец, следующий момент – это мультицентровое исследование функциональных результатов, где, опять же, утверждают и показывают на основании достаточно большого количества пациентов, что более короткое время операции, к сожалению, для лапароскопии у робота, а и более короткое время ишемии в том числе. Сохранная функция клубочковой фильтрации, опять же, это не та позиция, в которой лапароскопия демонстрирует преимущество в этой серии. Наконец, еще одно исследование, это исследование 2013 года. Здесь 260 пациентов роботических, 230 лапароскопических. Опять же, большая частота послеоперационных осложнений у лапароскопии, большая частота позитивных краев, 5,6% против 2,9%, и, наконец, время достижения трефекты, время операции тепловая, ишемия, и частота интероперационных осложнений не в пользу лапароскопической техники. Рекорд-2, проект исследования, которое, собственно, продолжает вот эту, собственно, триаду как таковую, выводы таковы, что большая вероятность достижения трефекта там, где использовалась роботическая техника, а не лапароскопия. Наконец, еще один момент, это анализ более 50 тысяч пациентов, где, ну, это анализ, который проводился на основании операций, проведенных с 6 по 12 годы. Мы видим, что число роботических операций, резекции почки выросло с 16% до 34%. Речь идет, опять же, о роботе. Если посмотрим на те клиники, которые изначально не использовали роботическую технику, а только открытые операции и лапароскопическую технику, то здесь, в общем, достаточно обескураживающие цифры. Это публикация у Urology Practice Вайнберга, где лишь 10% это лапароскопические операции, а нет робота. Что же произошло тогда, когда появился робот? Практически те же самые тенденции, низкая востребованность лапароскопической техники, снижение, безусловно, количества открытых операций и резкий рост роботических, опять же, ограничивающихся 2012 годом. Публикация 2016 года. Увидим, если замещение техник как таковых, то мы видим, что большинство клиник, там, где появляется робот, естественно, заканчивается лапароскопической резекцией почки. Парциальная нефректомия или резекция почки, опять же, блестящая статья, на мой взгляд, такая, опять же, блестящая с точки зрения провокативной, опять же, понимая, что в зале большинство владеет именно лапароскопической техникой, это европейская урология, 2015 год. Название говорит само за себя. Лапароскопическая простатоктомия, покойся с миром. И я, собственно, хотел бы сказать, что на сегодняшний день нам надо понимать, когда, ну, если разговаривать с позицией клиники, где появляется робот, то, вернее, там, где владеют блестящей лапароскопической техникой, это вполне понятно, это та возможность, которая является серьезной альтернативой открытому вмешательству и во многом превосходит ее. Однако, если клиника может позволить себе выбор, то понятно, что лапароскопическая техника становится скорее тем обстоятельством, которое отягощает опыт хирурга на сегодня. Спасибо. Продолжение следует...